Добрый вечер, с вами Дмитрий Иванин, руководитель направления социальной помощи взрослым добровольческого движения Даниловцы. Здравствуйте, меня зовут Артём, я координировал ремонт службы милосердия. И мы с вами сегодня поделимся нашим опытом функционирования волонтерской группы благотворительных ремонтов в наших двух организациях. Будет презентация, следите. Я буду рассказывать опыт добровольческого движения Даниловцы, которое находится в Москве. Это добровольческое движение занимается помощью не только взрослым, но и детям. Существуем мы с 2008 года, уже есть некоторый опыт, есть чем поделиться. Надеемся, что вам оно поможет. Артём будет дополнять об... На примере православной службы милосердия. Итак, первое, что я хотел бы обсудить, это волонтерство. Что это вообще такое? Какое оно бывает? Довольно-таки модное слово сейчас в России развивается активно. Волонтерство, добровольчество. Действительно, есть немало людей, которые хотят помогать, которые хотят посвятить частицу своего времени, своих сил, умений на помощь другим. Это прекрасно. И, наверное, сейчас мы подошли к такому периоду, когда необходимо делать эту помощь более профессиональной. То есть, понимать, из чего она состоит, какие законы, на что обратить внимание, что спрогнозировать, что необходимо делать заранее, может быть, чтобы эта работа была эффективной и для тех, кому мы помогаем, и для самих волонтеров. И прежде всего, я бы хотел рассказать, что из нашего опыта волонтерство подразделяется на три типа. Первый – это разовые акции. Они могут быть с периодичностью раз в месяц или еще что-то. Но каждая акция самостоятельная, законченная. Обычно там есть какой-то конкретный результат здесь и сейчас. у нас сопровождается подъемом настроения, люди вместе, людям хорошо. Но она редко подразумевает какую-то работу продолжительную. Следующий тип – это разрозненная работа, когда есть люди, которые хотят помогать, но они очень мало представляют друг друга о своем существовании, какой у кого график, как, что нужно делать. Вот человек, он считает, что я могу носить свою лепту тихо, скромно, как-то ни от кого не зависеть. И это мое доброе дело. И третий тип – это регулярная системная работа. Именно такая работа необходима и проводится в больницах, в социальных учреждениях, в детских домах. Сейчас это отдельная тема. Много наверняка они уже говорили, что такие поездки с подарками, даже со спектаклями, конечно, украшают жизнь детей, но не способствуют решению проблем их развития. И понимать, какую деятельность вы имеете сейчас и какую деятельность вы хотите строить, может быть, для вашей организации, молодежный клуб при приходе или группа «Милосердие» разовые акции – это то, что вы можете потянуть, на что у вас есть ресурсы, на что-то большее пока нет. Ну, хорошо, значит, можно и на этом остановиться. Или ваша задача – обеспечить, организовать деятельность тех людей, которые поодиночке кто-то хочет приезжать, помогать бабушкам или многодетным семьям, инвалидам по хозяйству, может быть, в том числе и в ремонтных работах. Либо ваша задача, все-таки у вас есть уже какая-то критическая масса людей, уже есть определенные ресурсы, и вы хотите строить регулярную системную работу. Понимать, что у вас есть и что вы хотите, куда вы хотите идти – это важно. Следующие моменты, которые я хотел бы осветить. Главный секрет успешной деятельности на нашем примере, сейчас у нас более 20 групп, заключается в том, что ничего не получится, пока у вас не будет человека, который горит этой идеей. Либо это персонифицированная идея, то есть человек, который приходит и говорит, я хочу помогать, я что-то умею, что-то не умею, но мне интересна эта деятельность, я хочу в нее вкладываться. Либо, собственно говоря, такого человека нет, но вы формируете запрос, что, может быть, у кого-то эта идея откликнется. Если нет такого человека, скорее всего, какой-то системной работы не получится. К сожалению, только на том, что помогать другим хорошо или нужно для каждого христианина, или просто для каждого, кто хочет себя считать человеком. Либо, что эти люди, наши благополучатели, проживают в условиях, которые недостойны для человека. Мы хотим показать им, что возможно другое. Идея хорошая, но если у нее нет воплощения, она так и останется идеей. К сожалению, на 99% это так. У нас есть печальный опыт, когда мы открывали группы, но уходил координатор, и деятельность тоже прекращалась. Вот, тогда пойдем в следующий слайд. Далее, допустим, вы нашли человека. Прекрасно, есть человек, который приходит и говорит, что я хочу помогать. Либо вы видите молодого горящего человека и делитесь с ним, что вот, а представляешь, что можно, как можно передать молодежи навыки таких ремонтных работ. Например, в городе Москва очень немного молодых людей умеют что-то делать своими руками по хозяйству. Вот, допустим, такой человек есть, он горит энтузиазмом, вот, он начинает уже делать деятельность, но он один. Он звонит своим друзьям, пойдем со мной, он ищет сам деньги, он ищет кому помочь. И, скорее всего, за год, за два потихонечку его запал спадает. Да, чтобы вот эта энергия была, деятельность необходимо поддерживать. Для того, чтобы ее поддерживать, необходимо понимать, из чего она состоит, какие задачи, сделать ее как раз более системной. Иначе, сейчас тоже модное слово, происходит выгорание волонтеров. То есть, тот смысл, который грел, который побуждал их действовать, он пропадает. Вот, так, если мы говорим о ремонтах, необходимо представлять, из чего они состоят, что же такое ремонт. Да, казалось бы, что может быть проще, купить ведро краски, два ролона обоев, да, и, там, в воскресенье после службы пойти к мариванне, и, значит, это все поклеить. Но, оказывается, если мы создаем группу и хотим, чтобы это был не разовый ремонт, да, то мы входим, попадаем в целую систему взаимоотношений. Где есть волонтер со своей мотивацией, со своими особенностями жизни, со своим развитием. Где есть благополучатель, у которого тоже есть представление о том, какой должен быть ремонт, или как ему должны оказывать помощь, или, ну, там, может быть, все что угодно. Вот, есть материальная сторона вопроса, да, собственно говоря, на один ремонт мы скинулись, купили краски, там, а если нужна штукатурка, если нужно много чего-то делать, если нужно покупать дорогие инструменты профессиональные, потому что дешевые, к сожалению, очень быстро выходят из строя и оказываются дороже. Вот, если нужно этих волонтеров привлекать, да, потому что текучка есть, кто-то женился, кто-то пошел работать, у кого-то поменялся график или просто вот жизненные обстоятельства, да, нужен человек, который договорится с благополучателями, когда они будут дома, когда привести стройматериалы, когда какие-то будут возникать вопросы, что-то, может быть, пропало, или не тот цвет хотели, или там как-то положили криво линолеум или ламинат, да, то есть человек, который будет ориентирован на организации этой деятельности. Вот. Этих элементов много, мы сегодня о них поговорим. И последний момент, который я хотел сказать, это тоже важно понимать цель. Если вы хотите заниматься этой деятельностью, на что вы направлены? На создание группы. Отлично, можно все спланировать, организовать, группа создана, и потом она отпускается в свободное плавание, и, скорее всего, потихонечку она будет чахнуть. Да, такое часто бывает. Цель все-таки социальных служб, цель, может быть, организации, да, я не очень знаю, в каком состоянии, да, ваша работа, как она организована, все-таки это жизнь этой волонтерской группы, ее обновляемость, да, ее обеспечение, ее рост. Вот. Поэтому, если на слайде так я изобразил схематично, представить некоторую прямую, да, жизни этой группы, есть этап подготовки. Первый год – это только какие-то такие микробули, устаканивания, когда группа обретает свое лицо, когда формируются правила отношений, и потом уже начинается период, там, других трудностей, кризисов, вот, смены координатора. То есть, вот, осознание то, на каком этапе деятельности сейчас находится группа, да, как я, как сотрудник организации, как, может быть, лицо ответственное, могу сейчас помочь, поддержать, да, как я осуществляю это управление, и какие задачи передо мной стоят, это важно. Но, несмотря на то, что я нарисовал прямую, скажу честно из нашего опыта, что чаще всего жизнь группы напоминает спираль, вот такую пружину, которую можете видеть, задачи повторяются, то, что люди обновляются, координаторы обновляются, даже смыслы периодически необходимо проговаривать, да, как-то формировать вот эту духовную общность группы. Вот. И теперь мы можем приступить более подробно вот к изучению этих вопросов, которые к этому семинару были мне предложены. И прежде всего я бы хотел поговорить о волонтере и о волонтерстве. Что это такое? Из нашего опыта мы сформулировали восемь тезисов, которые помогают понять, вот, что это за зверь, такое волонтерство. Вроде бы человек работает бесплатно, по доброй воле, но оказывается, что он тоже является образом Божией, сложной системой внутренней, он включен в группу, во взаимоотношения. И как, 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 как со всем этим быть, да, можно растеряться. Вот. И поэтому прежде всего волонтерство это, это понимание людей. Что за человек откликнулся на ваш призыв, или что за человек к вам пришел с идеей, что он хочет, какова его внутренняя мотивация. Да, что, скажу честно, что мотивации могут быть разные. К нам приходят люди, которые просто хочется сделать что-то доброе, но вроде бы с детишками там играть не очень получается, да, ухаживать за престарелыми как-то не очень. А вот, там, ремонты, стройка, такое мужское занятие. Кто-то приходит именно потому, что он понимает, что как-то вот возраст уже такой, а ничего руками он делать не может. И он хочет научиться, да. Кто-то приходит просто потому, что он стал христианином, отказался от многих привычек старой жизни, от многих друзей, а новых пока в церкви не обрел. Ему нужна среда, общение, да, люди, с которыми можно поговорить, у которых можно поучиться ей. И вот эта внутренняя мотивация, это то, что позволяет волонтеру продолжать свою деятельность, получать от нее отдачу, интерес. И вот это понимание людей, это важно. Второе, это пройти по лезвию ножа. Не так давно мы еще жили в тоталитарном государстве, и, к сожалению, некоторые такие архетипические особенности, они остались. И любая организация носит элементы иерархии, носит границы и рамки. И как пройти по вот этому лезвию ножа между добрым порывом волонтера, между тем, что он хочет себя вот подарить своей силой, время, свой порыв души. И в то же время он ничего не обязан, он никому не получает зарплату, да, у него там свой график свободный. И, в принципе, в любой момент он может сказать, а, чего, я все, больше не хочу ходить. И между вот этой стороной и в то же время наличием организации со своими все-таки задачами, своими особенностями, что необходимо привлекать волонтеров, что необходимо обеспечивать безопасность благополучателей, что необходимо поддерживать имидж, так назовем, представление об организации, что если мы там христианской организации, то у нас там волонтеры не матерятся, да, или не заигрывают с детьми благополучателей, там, или еще что-то. Вот, то есть правила определенные ограничения, форматы, да, что там если человек пришел как волонтер, он не вступает там в денежные отношения с благополучателем, не обсуждая, что это я там тебе сделаю за деньги или еще что-то. Вот, то есть как вот это совместить, вот эти две стороны, чтобы и человек остался, и организация могла существовать, это вот такая задача организатора, и это и есть волонтерская деятельность, организация волонтерской деятельности. Вот, третье, это ради кого. Тоже очень тесно связана с вот этим лезвием ножа. Наше добровольческое движение выросло из Центра духовного развития молодежи при Данилово монастыре, и задачи у нас были скорее просветительские, да, и создание среды для выцерковления молодежи. И поскольку большинство первых сотрудников движения, они были катахизаторами, вот, сотрудниками этого Центра, то какие-то идеи, червячки, они остались, и поэтому, конечно, мы воспринимали движение как такую миссионерскую площадку, да, как возможность вкладываться тоже в молодежь. Вот, и оказалось, что действительно это важно, что волонтерская группа – это не только служение благополучателям, но и служение волонтерам по удовлетворению их глубинной мотивации, потому что иногда эта мотивация связана с травмами, и происходит, ну, исцеление вот в этой деятельности. Человек встречается с человеком, человек начинает как-то себя открывать, дарить, видеть, что, ну, даже не всегда его деятельность, она вот так принимается на ура, все благодаря, слоняются в ножки, что иногда сделать доброе дело, и при этом, ну, вот, как-то, может быть, не получить какую-то теплую отдачу, такое бывает, и как с этим справиться. Вот, то есть, что волонтерство, если кратко срезюмировать, это не только ради помощи, но и ради роста, развития самого волонтера, ради того, чтобы он мог нести свое служение. Вот. Четвертое – это взаимная открытость, то есть, что у нас нету тайных целей по отношению к волонтеру, да, мы не стремимся сформировать, там, какое-то с помощью волонтерства молодежное движение, которое будет решать другие задачи, там, политические, или, там, может быть, религиозные, или прочие. Мы не зарабатываем на волонтеров, то есть, мы честно вступаем в открытые отношения. Вот. Следующее, что это – партнерство, и это границы. Партнерство подразумевает то, что мы относимся к волонтеру не как к ресурсу, не как вот такие бесплатные, ну, не знаю, вот, там, такие люди, которых можно послать. Вот иногда, знаете, цена говорит, «Ой, вы знаете, нам нужно завтра, там, 30 человек разгрузить что-нибудь». Ну, дело, конечно, хорошее, но вот по опыту такой подход к волонтерам не всегда эффективен, да. Просто сказать, что нужно сделать дело, ребята, и вы получите в сто раз больше на небесах удовлетворения от выполненного дела, не всегда это работает. Вот. Все-таки движение, организация, при которой есть волонтеры, и волонтеры – это партнеры. Вот. И в то же самое время это границы. То есть волонтер находит свои смыслы, осуществляет свою деятельность в рамках того, что ему предлагают движение, да, и, следовательно, если вот этой встречи не происходит, то волонтер может попробовать себя в другой организации, да, либо организацией задуматься вот о чем-то своем, что у него происходит. Следующий волонтер стоит затраты. Вот. Честно, как-то мы обсчитывали бюджет нашего волонтерского движения, и так представили, что, в принципе, если по средней заработной плате, то можно было бы нанять людей примерно на эти деньги, чем содержать штат сотрудников, да, организовать мероприятия поддержки, там, да, встречи для волонтеров, обучение, рекламу, привлечение волонтеров. То, что, в принципе, может быть, там не в порядке, но эти суммы иногда сопоставимы. Вот. Эти затраты, они нужны, иначе, ну, конечно, бывают исключения, но не всегда. Вот. Далее волонтерство – это групповое служение. Это важно понимать. Зачастую с людьми, конечно, не очень легко бывает, да, каждый человек, он уникальный, у него есть свои ценности, смыслы, да, свои особенности, но волонтер, который ходит один, все-таки ты, как и христианин, волонтер в опасности. Вот. Он может быть очень как-то далек от реальности и понимания, да, своей деятельности, осознания своей деятельности, а главное, что просто может потерять то, что человек поддерживает, полностью сконцентрировавшись на деятельности, да, развалятся отношения с друзьями, с семьей, там, у нас бывали случаи, когда девушки, видя, сколько групп, сколько, что все они разные, интересные, забрасывали институт, у них там снижалась успеваемость, и нам приходилось жестко говорить, так, вот, определись, в какую группу одну ты ходишь, да, когда ты занимаешься учебой. Вот. И группа как раз помогает дозировать, помогает поддерживать и плюс защищает волонтера. Ну, и, конечно, что волонтерство, да, как вот система организации помощи, это профессиональное дело. То есть, что это значит? Что нужны люди, которые посвящают себя организации, посвящают себя тому, чтобы вот волонтер мог приходить и с радостью выполнять свое дело, свое служение. Вот. Это, что я хотел сказать про волонтерство. Идем дальше. Сейчас я вам предлагаю такую, ну, небольшую фотографию, в подписи, что волонтеры в голове. Мы уже с вами затронули тему мотивации, и мотивация – это то, что прежде всего мы выясняем, когда человек к нам приходит, почему он хочет заниматься именно этой деятельностью, как он это видит, да, собственно говоря, что он надеется ему это принесет. Казалось бы, как это так, что может принести, наоборот, человек приходит себя отдать. Но практика показывает, что волонтерство, как, наверное, любая деятельность, она тогда делается с легкостью, с радостью, долго, качественно, когда человек получает отдачу, когда от того, что он себя даже дарит, да, вот, у него есть положительные эмоции, у него есть радость, да, у него есть вот это ощущение. И, конечно, когда он приходит, уже в голове у него какое-то представление есть. мы как-то попросили нашу волонтерскую группу рисовать, здесь, наверное, мелко, не очень хорошо видно, да, собственно говоря, что, что такое волонтерство, что такое его служение, его деятельность, и получилось такое солнышко, много очень правильных, красивых слов, действительно, наша деятельность, это радость встречи с другим человеком, его ситуации жизненной, это возможность позаботиться о нем, подарить ему, да, частичку своего времени, своей заботы. Вот. И все-таки у большинства волонтеров, которые к вам приходят, и я хочу сказать, что это абсолютно нормальная, да, хорошая мотивация, ее не нужно пугаться, если вот человек, да, хочет, понимает, что вот эта деятельность ему может принести. Вот. Ну вот про внутреннюю и внешнюю мотивацию мы с вами уже касались. Внутренняя мотивация – это что у человека в голове, осознанная она или неосознанная, останется ли она, или она будет изменяться в процессе роста волонтера, в шлении своей деятельности. И внешняя мотивация, то есть миссия организации, что вы предлагаете волонтеру, как его деятельность, как его задача. Вот. Здесь только хотел подчеркнуть, что внешняя мотивация… опыт показывает, что человек… что вот… человеку нужно не толкать, а человеку нужно притягивать. Тогда он придет к вам, и он будет рад и доволен, будет расширять свою деятельность, и ему будет нравиться это. И проще, привычнее зачастую все-таки вот человека как-то толкать, работать на чувство вины, да, что все христиане должны помогать. Или, ну вот посмотри, как эти люди живут, да, вот посмотри, а у тебя же там все нормально, или человек сам думает, вот я, у меня все хорошо, они бедные. Вот. Она не должна быть идеологичной, да, то есть использовать особенно вот какую-то религиозную мотивацию. И она должна быть очень конкретной и результативной. Что мы предлагаем тебе сделать, и что тогда поменяется? Какие действия, да, что ты будешь делать, и что от этого произойдет? Так. Вот. Исходя из того, что я сказал, если так немножко подытожить, что мы имеем, да, наше представление о волонтере. Часто волонтеры воспринимают как ресурс, вот, то, что действительно он может отдать свое личное время, свои силы, может быть, какие-то умения, навыки, да, есть пробоны волонтеры, там, которые вот профессионально что-то делают бесплатно для организаций. Вот. И это то, что, ну, прежде всего видно. Кто-то должен прийти, кто придет. А вот человек хочет, значит, у него есть время, там, да, у него есть возможность это сделать. Вот. На самом деле, то, на что необходимо обращать внимание, что необходимо поддерживать, изращивать, это свободная воля человека, да, что он приходит, поскольку у него есть его внутреннее желание, его воля к доброму делу, к конкретному делу, да, то есть, если человек приходит и говорит, что я хочу заниматься ремонтом, вот, не совсем хорошо ему сказать, слушай, а давай ты отвезешь бумаги, вот, нас с курьера нет, а нужно там бумаги отвезти финансовые, или там, слушай, а давай вот нужно там съездить, разгрузить тот. Вот. То есть, внимание, на что согласился волонтер. И, конечно, это личные отношения между руководителем группы и волонтером, между волонтерами в группе, да, как зовут человека, чем он живет, что у него происходит, да, что вот, это целый, тоже целый мир, а не только функция. Вот. Об этом уже сказали. Вот. И, собственно говоря, если сделать вывод по блоку волонтерств, я буду стараться подытоживать, материала много, чтобы там до вечера не сидеть, вот, я буду какие-то моменты еще раз повторять. Вот. Вывод. В чем же компетенция волонтера, в чем его ответственность, если вообще такие слова, насколько они применимы к волонтеру. Волонтер не бесплатная рабочая сила, он никому ничем не обязан, может уйти в любой момент. Он реализует свою мотивацию, а не решает задачу. Вот. Если заставить его решать задачу, его мотивация будет падать, собственно говоря, да, очень скоро волонтера, он либо покинет группу, либо, ну, будет это делать из чувства долга, вот, из чувства какой-то такой, вот, принужденности. Вот. Волонтер обладает только своими знаниями, умениями, из которых следует его компетенция, компетенция и ответственность. Да. То есть, привлекайте волонтеров для сложных работ, из нашего опыта мы увидели, что если у нас нет волонтеров, как сейчас, да, там, иногда они бывают, которые могут качественно положить плитку, выровнять для этого стену, да, там, как-то это положить, то, как бы нам не хотелось помочь, мы не возьмемся за эту работу, чем потом разочаруем их благополучателя и волонтерам видеть, что получилось-то у него как-то не очень, вот. Если, конечно, у нас нет человека, который способен научить, показать, проконтролировать, там, может быть, где-то подкорректировать, вот. То есть, это важный момент. Да, волонтер, как правильно, одна задача, то есть, зачастую удовлетворение волонтеры приносят, когда он выполняет какое-то вот одно дело, но у него может получаться, у него хорошо, и это задача координатора, это задача организации, четко ему показать, что он должен делать, где, в каком объеме, да, что, что есть для того, чтобы это выполнить, то есть, обеспечить вот это выполнение его деятельности, его задачи, а не сказать, ну, что, делаем ремонт, делаем, как составить эту смету, сколько нужно денег, как, куда это закупить, как, с чего вообще начать, как, где, это все может обсуждаться в группе, но совершенно не является задачей волонтера. Вот. Тоже одна из таких наших фишек, то, к чему мы пришли, это вот собеседование. К сожалению, не все волонтеры нам подходят, а мы подходим тоже не всем волонтерам. Вот. И чтобы это была четкость и ясность, что мы можем предложить, и что человек готов отдать, да, что, что вот он хочет получить, проводится собеседование. Мы рассказываем об организации, мы обсуждаем, что ему интересно, почему, да, он выбрал именно это направление, вот, какой его личный смысл участия, вот, есть ли у него уже какой-то опыт волонтерской или профессиональной деятельности, общественной, вот, там, да, в семье, может, кто-то, да, он помогал. И из этого стараемся как-то увидеть, что за человек, да, насколько, ну, как-то он разделяет наше представление о помощи, наше представление об отношении к человеку, вот, христианское, потому что, ну, разные действительно люди приходят. И, собственно говоря, и волонтеру сказать, что его ожидает, вот, в дальнейшем. к тому же на собеседовании важно сразу вот показать, что волонтер не приходит, чтобы быть один. Зачастую ему бы хотелось быть так, но, что в организации есть другая деятельность, есть встречи, есть группы поддержки, когда проясняются какие-то смысловые вопросы служения, или что можно, а чего нельзя, да, в нашей деятельности, или куда группе расти, куда двигаться, например, отказаться ли от длительных ремонтов и сложных ремонтов, но зачастую именно такие ремонты наиболее востребованные и нужны, и это сложный выбор, но, да, в пользу более четких, коротких ремонтов, которые может группа сделать, сделать их больше, быстрее, качественнее, может быть, потому что заявок много, или потому что сейчас волонтеров мало, и навыков у них не много. Вот, это происходит на собеседовании. И, собственно говоря, вот есть некоторые правила, деятельности добровольцев на четырех, по-моему, страницах, где как раз мы вот это все и обговариваем, да, то есть с волонтером тоже есть некоторый договор, да, что если мы всячески стараемся тебе помочь, поддержать, да, мы организуем эту деятельность, но ты берешь ответственность. Но самый минимум этих правил, вот, ну, помимо, конечно, принципа «не навреди», вот, то, что волонтер может выйти, прекратить свою деятельность в любой момент, он должен предупреждать заранее, чтобы не оказалось, что координата приезжает один, никого нет, ничего нету, как, как, что делать, непонятно, а квартира, вот, лежит в руинах, вот, то есть, вот, такие правила, они довольно-таки важны, плюс, здесь сразу обговаривается наличие координатора, да, что все-таки деятельность, она находится в рамках, и свобода волонтера, его реализации, его поиска, она находится в рамках группы, вот, ну и, собственно говоря, какие-то конфликты разрешаются, ну и какие-то такие моменты, которые не всегда осознаются, например, что если ты хочешь сфотографировать там, да, благополучателей или их квартиру, или какую-то личную информацию и потом поделиться в этом фейсбуке или вконтакте, то сначала спроси, то, что, может быть, у людей совершенно другие представления, вот, и, да, например, что запрещено публиковать фото без согласия, какие-то вот такие моменты, вот, это что касается волонтерской деятельности, и когда произошло собеседование, когда мы рассказали, познакомились с правилами, обычно у нас есть небольшой испытательный срок, ну, три месяца, то есть, вот, через три месяца как-то уже человек должен принять решение, готов выходить с нами, и, собственно, и степень его самостоятельности, да, она меняется, то есть, все-таки во время испытательного срока координатор больше направляет, помогает, подсказывает вот этому новому волонтеру, присматривается за ним, да, может быть, пока избегает каких-то ответственных самостоятельных деятельностей, вот, и после этого волонтер принимает решение, и, собственно говоря, да, уже как-то договаривается, вот, о том, что делать. Из, вот, нашего отношения к волонтеру и работе с ним, и возникает позиционирование нашей группы, вот, вы на экране можете видеть, то есть, собственно говоря, какую мысль, какой месседж, как сейчас говорят, сообщение, мы посылаем вовне, да, вот, на что должен волонтер откликнуться, группы разные, я вот в группе ремонтов хочу, чтобы оно было максимально конкретное и, ну, не знаю, такое не не давящее на чувство, что это вот действительно предложение. Вы можете прочитать, что волонтеры это обычные люди, которые посвящают свое время и руки тем, у кого нет сил или возможности сделать даже простой и непрофессиональный косметический ремонт. Вот, да, наше служение это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи в пределах города Москвы. Кто может стать добровольцем? Это молодежь, что 17-35 лет, допускаются исключения на усмотрение координатов, что у человека должно быть отсутствие психических инфекционных заболеваний, химической зависимости, так, судимости тоже мы смотрим, но в основном это относится к детским группам. Вот, и обязательно говорить, что для того, чтобы вступить в группу, мне нужны специальные навыки, да, что ты всегда можешь послужить тем, что у тебя уже есть и еще и вырасти, еще и чему-то научиться в процессе этой деятельности. Вот, конкретно оговаривается время работы группы, то есть, когда, собственно, волонтер-то должен стараться быть на объекте, вот, подходит ли ему, это не подходит, и, собственно говоря, что, чтобы стать волонтером, нужно не просто прийти и сказать, здрасте ли там, я, Вася, буду там с вами сегодня, можно? А, давай. Нет, а что, необходимо заполнить анкету, пройти собеседование, да, что мы должны познакомиться, приглядеться друг к другу, вот, и только после этого уже можно, да, допускать человека на объект. Вот. Для чего, говорю, ну, вот так это выглядит у нас на сайте, тоже, да, вот такая фотография, ну, их есть несколько, которая как-то должна, ну, вот, сформировать у человека представление об этой деятельности и что, собственно говоря, да, как-то, у него-то внутри вызвать отклик. Вот. Почему, на мой взгляд, это важно? Самый главный вопрос, когда начинаются новые группы, где взять волонтеров? Да, кто-то может прийти с другой деятельности, но, оказывается, что, любая волонтерская группа обладает определенной текучкой, и работать на привлечение волонтеров необходимо постоянно, да, то есть нельзя сказать, ой, а людей-то нет, значит, нужно что-то сразу там спрашивать друзей, знакомых, Вася, пойдем, конечно, нужно это делать, вот, но ресурсы не безграничны, да, то есть, одной из задач организации жизни этой группы, ремонтов, должно быть привлечение волонтеров, поиск, в соцсетях, через сайт, через, да, вот, формирование вот этого позитивного образа волонтера, вот, и это задача, так, ну, вот здесь, я не знаю, есть ли смысл как-то комментировать, некоторые правила, которые, на наш взгляд, должны отражать рекламу, это привлечение волонтера, что человеку необходимо четко обозначить, что за организация, да, в чем ее смысл, вот, на кого мы направляем нашу деятельность, да, на нашу рекламу, наше позиционирование, вот, описать вакансии, что предстоит человеку делать, очень четко и ясно, конкретно, что в итоге будет, сколько времени, сколько его усилий потребуется, да, когда, где, что, да, мы работаем в Москве, волонтеры, не нужно будет, там, ехать в два часа, хотя иногда обращаются, и очень хочется помочь, там, да, куда-то, там, в то же самое, на Хабино, или, вот, в Чехове тоже было у нас обращение, вот, что есть человек, с которым можно это обсудить, координатор, вот, это какие-то общие моменты, вот, теперь, хочу передать слово Артему, да, тоже знаю, что очень большой опыт работы с волонтерами, вот, очень интересно, тоже как у вас, было. Еще раз здравствуйте, я напомню про себя, я исполнял обязанности координатора по ременту, службы милосердия, вот, как было построено, и сейчас продолжает это работать, к нам добровольцы попадают через собеседование, которое проходит еженедельно по воскресеньям украины царевича Дмитрия. Добровольцы, заполняя анкету, они отвечают на вопросы, и отмечают ту деятельность, в которой хотели бы участвовать. И я как координатор именно по ремонтам занимался именно такими ребятами, которые отмечали в анкетах, что они готовы принимать участие в ремонтах службы милосердия. Ну, начну делиться своим опытом. Значит, введение координатора по ремонтам находится база добровольцев, которые постоянно приходят, проходят собеседование, затем они проходят школу добровольцев, и уже поступает введение координаторов по направлению. Значит, я как координатор осуществлял звонки, писал письма на оставленные электронные адреса добровольцами, и предлагал им те или иные виды просьб, которые они могли посчитать себе по силам, и могли принять участие. В самом начале, когда человек приходит, и когда ты не знаешь его еще, то необходимо первый раз либо сходить с ним сам, либо отправить с опытным добровольцем, чтобы как-то охарактеризовать человека, который будет в дальнейшем осуществлять, ходить к подопечным службам милосердия и оказывать помощь. Необходимо осуществлять постоянную связь с добровольцем. Это посредством электронной связи, телефонной связи, личными встречами и общением. То есть нужно понимать, какой человек пришел, какие у него мотивы работы, что он хочет в этой службе милосердия достичь, каких результатов. После визита к подопечному необходимо оценить, как произошло знакомство подопечной и добровольца, насколько была качественно выполнена просьба, какая обратная связь от подопечных, то есть насколько он корректно себя вел. Это очень важно, потому что мы ходим к очень социально незащищенным людям, те, которые как-то страдают либо физической нимыщей, либо какими-то психическими, может быть, страдают расстройствами. И для них еще дополнительный какой-то стресс переживать, это не наш случай. То есть мы стараемся поберегать подопечных от таких добровольцев, которые приходят со своими какими-то целями. Вот бывает, добровольцы проходят тоже отсев, то есть они проходят отсев и временем, и координатор делает определенные выводы о людях, которые приходят, изъявляют себя добровольцами, но как-то решает свои проблемы личные. То есть это нужно, конечно же, пресекать на месте. Как производил поиск? То есть если той базы, которая есть, была недостаточно, то я проводил поиск новых. То есть это встреча новых добровольцев. То есть первая встреча, когда добровольец только приходит в организацию, у нас имеют право координаторы проводить эти встречи. И вот я зачастую проводил именно вот эти первые встречи для того, чтобы сразу же знакомиться с мной в пришедшими, сразу им рассказывать о нашей деятельности, показывать какие-то материалы о том, что мы достигли, что мы сделали и над чем мы сейчас работаем. То есть чтобы с первого дня люди почувствовали причастность и сразу смогли определиться, где же, кому же они хотят помогать. Ну, еще помимо встреч, то есть я осуществлял и холодные звонки. То есть я звонил людям не только, которые отметили ремонты, но звонил тем, кто находился, ну и проживал в пределах сейчас организуемой ремонта. Или, допустим, знаю его маршрут движения, то есть обращался иногда за такой помощью, как что-то помочь перенести, что-то поднять, если материалы привозили. Затем мы очень часто публиковали наши просьбы на форуме, на нашем сайте службы милосердия для того, чтобы ребята могли видеть, что ситуация сдвигается с мертвой точки, то есть ремонт движется. И приветствовалось того, что и ребята сами вели эти блоги, вот о том, что они как-то вели эту тему, постоянно обновляя новыми сведениями, информацией, и это тоже способствовало привлечению новых людей. Также проходят различные выезды добровольцев. То есть я как координатор считал необходимым тоже участвовать, присутствовать на них, чтобы добровольцем, так как база добровольцев очень большая, и зачастую координатор сообщает добровольцам о просьбе по телефону, и считал, что на таких выездных встречах необходимо знакомиться лично. И также выходил сам на ремонты, чтобы была своя картина о взаимоотношениях добровольца с подопечными, его какая-то личная характеристика, чтобы она была именно своими глазами увидена и через свое личное восприятие. Ну, наверное, по блоку добровольцев у меня все. Действительно, это важно, как организовать работу с волонтерами, как отсеять тех, кто... Ну, не отсеять, да, как провести вот это собеседование, как вообще наблюдать за волонтером. Потому что кажется, ну, человек-то нормальный уже, ходит, с ним знакомы давно, ну, как, действительно ли он подходит для этой деятельности, действительно ли он приносит пользу. Вот. Следующий блок, который мы хотели бы осветить, это для кого мы делаем наши допечные, наши благополучатели. Вот, действительно, казалось бы, вполне простой вопрос. Есть нужда, есть потребность, вот, значит, мы можем эту потребность удовлетворить. Вот. Однако, здесь тоже необходимо иметь в виду некоторые вещи. У благополучателей есть потребность, действительно, потребность в жилищном, в улучшении жилищных условий, в проведении этих ремонтных работ. Потребность не всегда означает мотив обращения в организации. Казалось бы, что, ну, да, человеку нужно сделать, но зачастую оказывается, что, обращаясь в волонтерскую организацию, у человека есть какой-то свой другой мотив, почему он некий волонтер. Да? Это не всегда отсутствие денег, вот. Иногда не совсем честные мотивы, иногда это желание общения, это желание вот каких-то взаимоотношений, одинокие люди, вот, и им как-то очень хочется, да, вот, чтобы кто-то был, чтобы было какое-то внимание, это тоже необходимо учитывать. Вот. То есть, соотносить вот эту потребность человека, действительно, что, в каком состоянии у него квартира, что, делает ли он какие-то сам шаги по изменению этих условий. Или, да, может быть, это семья, там, ну, так называемая, неблагополучная, и злоупотребляя алкоголем, да, хотя такой не очень, так скажем, располагающий к заработку денег образ жизни, вот, они просто привели свою квартиру в негодность, да, такое бывает, там, потом подключились к счетчику напрямую, там, где-то засорила канализацию, где-то в каких-то разборках внутрисемейных, там, сломалась дверь, да, или еще что-то, и понятно, что вроде бы потребность есть, мотив обращения есть, но понятно, что здесь не ремонт, а, наверное, вот такая социальная работа будет важнее, поскольку и волонтерам может быть тяжело работать на таком объекте, и главное, что результат, насколько он, вот, про, да, как-то продлится, вот, как, что необходимо сделать координатору или сотруднику движения, ну, потребность необходимо прояснить, то есть, приехать на объект, посмотреть, в каком он состоянии, так, принадлежит ли он вообще благополучателям, мне кажется ли там, да, что, вот, какие у них источники дохода, документы, в принципе, во многом это определяется той формой отчетности и, да, финансирование, которое есть у группы, ну, вот, в нашем случае, например, но иногда такое изучение помогает найти ресурсы. Для нас очень показательно, хочет ли человек сам участвовать, да, когда человек обращается, говорит, да, вот у меня там есть такая-то сумма, я могу там сам что-то клеить, что-то делать, вот, что тогда с большей долей вероятности вот этот человек как-то так отнесется серьезно к ремонту и он принесет ему радость и какое-то ответственное отношение. Мотив обращения проясняется решением. Также у нас есть некоторые договоры об оказании благотворительной помощи, на кого пожертвования, вот, может быть, он не носит особой какой-то юридической силы, но он позволяет с человеком проговорить и ему прояснить, что ремонт делается силами непрофессионалов, так, что качество, это следующий пункт ожидания, уже может не соответствовать тому, что вот иногда мы видим по телевизору или там на картинках в модных журналах, да, что ремонт длится силами волонтеров зачастую весьма долгий срок, потому что волонтеры могут приезжать там один-два раза в неделю, вот. Но в нашем случае это так, что это потребует от благополучателя, да, вот там находиться, обеспечить доступ, убрать мебель, да, как-то, то есть вот какие-то тоже деятельности, вот. Это прояснение ожиданий, собственно, чего он ожидает, что, как делать, у нас составляем такую небольшую дефектную ведомость, то есть что у нас так повреждено, обсуждаем, что бы хотелось человеку, тоже как-то смотрим, как он к этому относится, и вот уже так оформляем это. Вот, потом у благополучателя есть особенности, правда, ремонт, стресс, иногда такое вот одиночество или социальное положение подавленное, можно назвать, оно рождает боль, и эта боль, она вот выплескивается. И бывает, что и на волонтеров, да, что претензии, какое-то непонимание, вот, вы мне не то, вы мне то купите, карнизы, тумбочку, а вот у меня был такой-то унитаз, простоял 10 лет, а вы мне там такое-то, ну, какие-то моменты, которые тоже лучше оговаривать заранее, прояснять, чтобы потом не было обидно. И вот эти особенности тоже как-то учитывая, стараемся закрепить в договоре, да, чтобы было на что сосла-то, что мы с вами же договорились, договорились, да, что вот, там, да, вы не употребляете спиртные напитки, там, да, или не курите в присутствии волонтеров, вот, да, или что волонтеры приезжают по субботам, и вы находитесь дома в этот, в этот день. Вот. И также, ну, вот отношения, да, с благополучателями. Каждая группа определяет сама, насколько она вовлекается, в отношении, есть ли это только, мы вот делаем определенную функцию, и мы можем вам подарить, вот, да, наш труд. Либо это разговоры, там, еще посещение помощи, там, по хозяйству, в закупках, или еще что-то, вот, какие-то поручения. То есть, это тоже важно понимать границу, чтобы как-то не застрять, да, что вот иногда, может быть, нужно передать другой группе или социальному работнику. Иначе человек вроде бы пришел на ремонты, вот, и жалко бабушку, и хочется с ней общаться, и чем-то помогать, вот, и он вовлекается в эти отношения, и группа уже перешла на другой объект, ему и хочется ремонтом заниматься, и здесь вроде бы как-то жалко, вот, и понятно, что ситуация-то не имеет простого решения, но вот тоже это немножко предвидеть, необходимый координатор. Об финансировании мы чуть позже поговорим, у нас тоже это будет. Честно вам скажу, кажется, что деньги действительно, это главное, это важно. На практике, иногда бывают деньги, а людей нет. Понять вот эти основы управления волонтерским сообществом, это тоже довольно-таки важно, а финансирование, вот, как мне сказали, при поиске финансирования был совсем недавний вебинар, можно посмотреть по архиву, вот, плюс, конечно, у каждого, вот, есть свои источники, об этом мы обязательно скажем. Вот, собственно говоря, что важно для, на сайте или такая инструкция для тех, кто хочет подать заявку. То есть, например, работаем по такой системе, что, примерно, когда мы понимаем, да, что сейчас откроется сбор, там, поиск финансов, что нам предстоит, там, где-то работать, там, до лета, например, потому что летом многие уезжают, и так деятельность групп иногда замирает. Вот, то есть, тоже есть какой-то договор. мы начинаем принимать заявки, то есть, как-то рекламировать, что мы принимаем заявки, что мы делаем такие ремонты, там, да, обзванивать, спрашивать, там, тоже тех людей, с которыми, может, мы по другим проектам, другие группы познакомились, как-то нам передали. Вот. И здесь важно рассказать человеку, что мы делаем, так, что это в нашем случае простые, непрофессиональные работы. клейка обоими, покраска, можем постелить линолеум, с определенной долей вероятностью можем постелить ламинат, если пол позволяет, да, можем что-то вставить, дверь, оштукатурить небольшую поверхность, вот, там, да, для кого проводятся благотворительные ремонты, да, что есть перечень документов, что мы рассматриваем, что не обязательно, что если, вот, вы находитесь в таком положении, бедственном, да, что мы, вот, обязаны вам помочь, что все-таки это иногда такое решение не очень простое, но отказать, да, иногда для группы, может быть, работать на этом объекте будет не, ну, опасно, так скажем. Вот, кто оплачивает материалы, то есть, как осуществляется финансирование и что, например, в нашем случае подразумевается, что если мы собираем деньги, да, то мы публикуем, там, например, историю человека, фотографию человека, да, что вот это все, чтобы собирать, да, финансы, будет необходимо сделать, вот, то есть, чему нужно быть готовым, к тому, что может приехать СМИ и снять какое-то интервью, да, либо, что три месяца, вот, вы будете жить в одной комнате, будет пыль, там, да, мебель будет занавешена, что вообще мебель нужно занавесить, и вот, если, там, у вас какой-то дорогой паркет, который вы хотите оставить, его нужно как-то застелить, вот, что, когда работают, волонтеры, велик риск, вот, да, поломок, или вот, каких-то таких, не очень приятных случаев, и они, к ним нужно подготовиться, вот, и, собственно говоря, как оставить заявку на ремонт, ну, в нашем случае, это обращение, то есть, это первичный, вот, человек пишет, мы стараемся от руки, просить, чтобы люди написали, они потом могут отсканировать, или как-то, да, может, вот, действительно, его какая-то история небольшая, потом, это договор, показание помощи, помощи, и предоставить пакет документов, вот, ну, вот, такой пример нашего договора, ну, я делюсь своим опытом координаторской работы православной службы милосердия по ремонту, значит, в православную службу милосердия поступают горячие звонки, то есть, их операторы регистрируют, заносят, и, тем самым, координатор их сможет видеть уже в своей программе, как поступают к нам, или как узнают о нас подопечные и потенциальные просители, либо они уже являются нашими подопечными по другим направлениям, то есть, либо это помощь на дому, либо это сиделки, либо еще какая-то другая направленность, вот, и от них поступает, то есть, от постоянных наших подопечных поступает просьба, либо из уст в уста, то есть, кто-то, знакомый, передают другим знакомым о том, что есть такая возможность, обратиться, и ребят окажут посильную помощь. Значит, первый раз нужно, конечно, координатору выехать самому и оценить ситуацию лично. Вот, если это, конечно, касается замены смесителя, или прикрутить дверную ручку, то, может быть, координатору не всегда нужно ехать и оценивать. То есть, можно послать опытного добровольца, который не только прикрутит ручку, но еще оценит ситуацию вообще в квартире, и, соответственно, координатору поступает эта информация и, возможно, рассмотрится возможность еще что-то сделать сверх этой дверной ручки. Вот, и когда я выезжал на место, если это касается, конечно, какого-то капитального ремонта или вот косметического ремонта, то я принимал решение, делаем ли мы это. Это мы, либо за это мы не беремся, либо это даже делают сами подопечные. Вот этот случай, когда делают сами подопечные, я вам расскажу пример. То есть, к нам обратилась одна женщина, у которой двое здоровых сыновей. Она обратилась и попросила нас поклеить обои. Вот, когда сходил в доброволец и сказал, что там есть два сына вполне здоровых и уже совершеннолетних, то моя реакция была следующая, что я говорю, вот, позвонил подопечный и говорил, что давайте поступим так. Если вам нужна какая-то консультация, мы вам ее окажем. Но к вам придут клеить обои такие же ребята, как ваши сыновья. И возможно, вам будет лучше сделать это своими силами. Вот. На чем мы с ней расстались. То есть, она спросила, нет ли у нас стремянки, на что я сказал, что нет, обычно мы, либо, которые есть, они у нас все заняты, либо мы пользуемся стремянками подопечной. И она спросила, какой клей купить, каким обои. И все. То есть, эта просьба у нас была закрыта вот таким вот способом. то есть, мы обошлись малой кровью. Когда подопечные, им достаточно было консультации, или можно даже выехать и сказать, как спланировать, как организовать, или с чего даже начать ремонт, и они могут это сделать сами. Вот. И решение, когда делаем это не мы. То есть, в том случае, если требуется какая-то профессиональная работа. То есть, если на тот момент, когда нет добровольца, которые готовы провести электрику в квартире, то я принимал решение о том, что мы за это не беремся. Но, а в остальных случаях мы принимали решение положительное, заступали, и о чем, конечно, сразу договаривались с подопечными, что мы будем делать. К сожалению, у нас документального оформления не было, то есть, это в нашей практике не было заведено. И, может быть, если бы это было, мы избежали бы кое-каких недоразумений. Но, как говорится, на ошибках учились. Вот. Значит, так как поступает очень много просьб, приходится расставлять приоритеты. Это и по территории. То есть, бывает так, что там, где есть просьба на ремонт, там очень большое количество добровольцев сосредоточено, и у которых очень крайне мало времени. Так вот, принималось решение, что их нужно направить туда в первую очередь. Потому что добровольцы не востребованы, они начинают искать другую, себе другое применение. То есть, либо в другую область переходят, либо в другую организацию. И, конечно же, нужно, чтобы добровольцы всегда чувствовали себя причастными к тому движению, к которому они причастны, к которому они состоят. Вот. Ну, были такие случаи, что у нас и от нас ожидали очень многого. Конечно, вот, были такие случаи, когда покупали дорогую плитку. И они очень делали большой акцент на том, чтобы мы не испортили ничего. В том случае, когда покупают сами подопечные дорогой материал и обращаются к нам сделать ремонт, вот, мы их сразу предупреждали, что зачастую ребята делают непрофессионалы. Поэтому за качество вот то, что вы купили дорогой материал и теперь ждете от нас высокого качества, мы вам гарантировать не можем. Если подопечные соглашались на то, что вот они готовы, если будут как-то какие-то огрехи, конечно, если мы это можем уже исправить, то мы это делали. если же они наставили все-таки на высоком качестве исполнения, то мы от этого отказывались. Потому что если есть средства купить дорогие материалы, и к которым потом повышено внимание, то, конечно же, это не наш случай. Сейчас я хотел бы вам показать несколько примеров с реальными историями, где мы были и что мы сделали. Этот ремонт производился у матери-одиночки, и у нее дочь больна ДЦП, дочери 21 год, и, конечно же, все внимание подопечной было сосредоточено на этой дочери. Вот, сейчас эта женщина уже тоже пенсионного возраста, но ей необходима была вот эта вот помощь такого моральной поддержки, и вот к ней ребята ходили, оказывали какую-то психологическую помощь, она могла оставлять дочь с добровольцами и ходить в храм, ну, еще по каким-то там нуждам своим документальным. Вот, и в это время мы производили ремонт. Начинали мы с того, что один доброволец пришел просто поменять лампочку, вот, и когда он пришел и увидел, что там уже за столько лет все пришло в негодность, то началось это с лампочки, а закончилось это ремонтом в трех комнатах. То есть, мы постарались подобрать какие-то светлые тона, чтобы ей было как можно радостнее жить с тем, что вот она несет вот такой крест. это процесс у нас ремонта, то есть, проходил он вместе с проживанием подопечных, делали комнату за комнатой. То есть, очень важно, чтобы ремонт не наносил большого ущерба состоянию морального подопечных. Не нужно быть идеальным. То есть, когда начинаешь гнаться за качеством, подопечные от этого очень тоже страдают. Затягиваются сроки. Когда подопечные обращаются, они не всегда еще могут оценить, сколько потребуется моральных сил. То есть, это приходят всегда посторонние люди. Это вещи лежат не на своих местах. Это беспорядок. Если люди привыкли к порядку, тем более мы приходим к тем людям, у которых очень узкий круг общения, у них очень быт расписан. То есть, они установили себе такую жизнь, то есть, у них все по часам. Тем более, когда вот есть больные, когда нужно делать какие-то процедуры, прием пищи. То есть, подопечные очень серьезно переживают вот это состояние ремонта. Главное здесь, конечно, не навредить. Если вы чувствуете, что подопечные уже устали от ремонта, а у нас есть возможности сделать еще больше, можно сделать перерыв. то есть, тогда подопечные немножко отдохнут и есть возможность продолжить дальше. Вот, наверное, на этом все. Спасибо, да, действительно, слышу, тоже у нас, могу только подтвердить, действительно, это очень важно. если подопечные проживают в этой квартире, да, то не нужно сдирать все обои, начинать там, да, с комнаты, которая прям проходная во все остальные. Вот, действительно, ремонт очень тяжелая. Деятельность не только в те дни, когда она делается, но и в те дни, когда вот это просто лежит, там нужно вокруг ходить, нужно как-то организовывать быт, и мы тоже зачастую принимаем решение сразу договориться, что вот мы делаем одну комнату и что-то, например, комнату и кухню, комнату и санузел, да, или что вот здесь мы там делаем ремонт, здесь мы только клеим или только краской делаем, или что вот в эту очередь мы одни работы выполняем, уже можно жить, да, какое-то время проходит, там, через год, например, да, мы возвращаемся и тоже доделываем. То есть хочу подчеркнуть, что это важное направление работы, координатор ответственного за это служение, эту группу, работу с благополучателями. Иногда напряжение копится, но вроде бы сказать, не хочется, да, как-то огорчать людей, а напряжение есть, и иногда бывают не очень такие приятные ситуации, когда вот лучше было сразу договориться, сразу как-то понять, расставить точки на дыр. То есть вот координатору тоже важно общаться, как-то спрашивать, как себя чувствуют, как ощущают, да, то ли это с благополучателем. Вот. Мы с вами поговорили о волонтере, да, вот его такой картине мира, о том, с чем он приходит, как его можно привлечь. Поговорили с вами о благополучателе и о том, как нам оформить вот эти отношения, да, чтобы было четко, ясно для каждой стороны, вот, что будет, чего требует, что можно делать, что можно, что не можно делать. И следующее, о чем важно поговорить, это волонтерская группа. Что действительно, как сказать, волонтерская группа не всегда сумма слагаемых, не всегда сумма отдельных волонтеров. Поскольку волонтеры и благополучатели находятся в сложных отношениях, ну, не обязательно там негативно сложных, но вообще, что они многоуровневые, вот, и с благополучателем, и с координатором, с организацией, может быть, с другими волонтерами, действительно нужно, чтобы кто-то организовывал и координировал эту деятельность, чтобы кто-то организовывал внутреннюю деятельность группы, что волонтер чувствовал себя причастным, что он не один ходит, что есть кто-то, кто его может подменить, что знают его день рождения, что если он долго не ходит, как-то о нем заботятся, тоже как-то волнуется, спрашивают. Вот. Давайте мы пойдем дальше. координатор. Собственно говоря, куда бы нам хотелось плыть? Конечно, некоторые вещи, которые я говорю, это такой идеал, к которому мы стремимся. Вот. И вот эта цитата Антон-Де Сент-Экзюпери, на мой взгляд, очень хорошо характеризует деятельность, да, что мы строим корабль, а ведь действительно вместе плывем на борту все стороны этого процесса находятся. Строить не потому, что ты научил людей шить паруса или ковать гвозди или читать по звездам. Вот корабль строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю. Вот. И задача координатора как раз пробуждать вот эту страсть к морю, к ремонтам, к совместной деятельности, к служению, да, вдохновлять там и своим примером, и простроенностью, заботой о каждом человеке, о его задаче, о его выполнении, его функции. Вот тоже несколько фотографий наших волонтеров. Вот. Так, чтобы не только сухой текст был. Вот, вот, общий оказался у нас общий. Вот, один из общих волонтеров, по-моему, пришел за милосердие. Так, что-то, а, вот, все сработает. Давайте, наверное, это пропустим. Хотел подчеркнуть, да, что вот в отношении волонтеров очень важно, что координатор все-таки не начальник. Да, вот даже я, например, я руководитель, я могу сказать координатору, где отчет, почему нет фотографий, почему группа ВКонтакте не обновляется. А координатор так волонтерам уже сказать не может. Координатору необходимо быть для волонтеров лидером. то есть, для нас он как бы ответственное лицо, а для волонтеров он лидер. Тот человек, который, конечно, имеет какие-то полномочия, да, он отвечает за обеспечение ресурсов, но прежде всего он тот, кто вдохновляет людей, ведет за собой. И, конечно, это дает им определенные преимущества. В нашем опыте мы поняли, что не все люди могут сработаться друг с другом, и у координатора есть право как-то оценить, подумать, может быть, помолиться, иногда и понять, вот, сработается он с этим человеком или не сработается. Вот. Печальная ситуация, но вот тоже имейте в виду, что иногда вот такой благой порыв не по силам разрушает, бывает разрушительным. Вот. И так, собственно говоря, вот у нас есть человек, который готов стать координатором, есть уже концепция привлечения волонтеров, вот, уже рассказываем о нашей группе в соцсетях, перепощиваем, вот, что же делать. Да, дальше идет создание команды простых людей, которые будут работать, в том числе и на координатора. если координатор бедный будет заниматься поиском финансирования, вот, да, или сам искать всех подопечных или сам искать мастеров, которые бы, да, могли провести мастер-класс и научить новым техникам выполнения работ, как это сделать, конечно, ему будет сложновато. все-таки это команда в организации, которая работает на координатора. Дальше создается собственно группа и следующий момент, это, конечно, поддержка и обучение волонтеров. Вот, то же, что я услышал у Артема, почему мы сами пришли, не всегда человек вошел в группу и все, пусть там плывет и учится. мы стараемся проводить тренинги не только по навыкам, но и по командообразованию, по трудностям, которые встречаются с волонтерами. Это тоже, считаем, часть волонтерского служения, участвовать вот в этой групповой работе. Вот, поскольку целью является долгая, долгосрочная работа каждого волонтера. Вот, почему координатор должен быть сотрудником, то есть человеком, который в идеале получает зарплату, да, то есть несет ответственность и как-то может не сильно задуматься о своем выживании, поскольку есть те задачи, которые не может выполнять волонтер. Сегодня одно, завтра другой человек там забыл или не понравилось, или там ушел. Вот, некоторые обязательные выполняются сотрудниками, это уже про это я сказал. В чем особенность координатора, что важно координатору прежде всего понимать, что он это вот такой этот хрупенький мостик, который живет между двумя мирами и соединяет эти два мира. Это мир волонтеров, которые живут своим стремлением, порывом дарить свое время, свои усилия себя, делать добрые дела, помогать, вместе радоваться, вместе ощущать, что они принадлежат к сообществу таких же людей, которые живут теми же ценностями. И мир организации, которая зачастую должна думать о существовании группы во времени, о ее финансовом обеспечении, о рекламе, об отчетностях, о границах, границах. И координатор как-то такой перешейчик, который эти два мира соединяет. Поскольку, конечно, если вся эта лавина рухнет на волонтера, то, скорее всего, он скажет, это же так же, как на работе, чего я тогда здесь делаю? Это такая небольшая шутка. И некоторые моменты, что важно для координатора. по отношению к волонтерам. Естественно, когда я только начинал свою волонтерскую деятельность, мой наставник, с ним делился идея, он сказал, что запомни, что в тот момент, когда ты оторвешься от земли, то есть сам перестанешь участвовать в волонтерской деятельности, это будет момент раскола, когда ты уже начнешь откалываться от организации, и непонятно, чем это будет закончиться. Но я тут точную фразу не помню, но я запомнил, что если я координатор, я сам должен выполнять работу. Может быть, не всегда, а очень редко, но я не должен отрываться от земли, я должен сам участвовать в деятельности. Следующая задача координатора, одна из самых важных задач координатора, координатор общается с волонтером, он объясняет ему, что, зачем и как нужно сделать. Мы же с вами говорили, что для волонтера, чтобы он как-то мог выполнить, охватить своим умением, должна быть небольшая, простая, дробная задача, дозированная ответственность и организованная его труд. Дальше, раз он разъясняет, он и ставит эти задачи, он обеспечивает ресурсами. Конечно, он может попросить кого-то заехать купить что-то, но в принципе это ответственность координатора, все ли есть для выхода, в том числе и средства защиты. Это немаловажно координатору. Где-то напомнить волонтерам, что, друзья, вы не забудьте сменную одежду, а вы принесли сменную одежду, а ты уверен, что в этих джинсах нужно красить. Ты уверен, что и обеспечить, и проконтролировать тоже его ответственность. Гарантирует безопасность, насколько это вообще можно гарантировать, он смотрит. То есть иногда кажется, что легко, ну что, мы сейчас эти окна быстренько поменяем, штабики поставим, но для этого только нужно где-то балансировать непонятно на каком этаже. То есть координатор за этим следит, что волонтеры не всегда могут оценивать опасность, а ответственность его и за жизнь человека прежде всего. И в том числе безопасность по отношению к благополучателю. То есть если начинается усталость, если начинаются претензии, конфликты, волонтер максимально должен быть от этого огражден. Это координатор, который наедине разговаривает, выясняет, выслушивает претензии, ищет мирные пути их разрешения или поднимает решение, что к сожалению дальнейшая деятельность невозможна. координатор объясняет волонтеру, что делать в случае трудностей, проблем, если они возникают, куда обратиться, что можно сделать. Ну и конечно поднимает работу, благодарит, спрашивает, отклик, то есть строит отношения, обеспечивает деятельность, безопасность и строит отношения. вот так, сейчас несколько слайдов я хотел показать, но потом мы к этому вернемся. Нет, похоже, не вернемся. Да, странно мне казалось, что я добавлял эти слайды. ну, в принципе, я просто делал несколько принтскринов с страниц нашей группы ВКонтакте, чтобы проиллюстрировать то, как, что важно, как строить отношения, да, то есть приветствовать волонтера, рассказывать, что вот человек, там, там, его фотографии, кто он, что он, что он к нам присоединился, здорово, классно, поздравить его с днем рождения, вот, рассказать, кто, там, был на выходе, что сделали, ребята, там, по именам назвать, вот, это те моменты, которые, как бы, важны, в том числе, написать такую небольшую мотивационную, может быть, речь, там, к выходу, да, что ребята работаем там-то, там-то, это такая-то семья, у них, там, такая-то проблема, вот, предстоит сделать то-то-то, или представить это как мастер-класс, вот, мы говорили про мотивацию, одно из таких штучек, поделись с вами, которая действительно работает, который нашел, вот, один из координаторов наших групп, это представлять это как мастер-класс, да, что, мастер-класс по поклейке обоев, или мастер-класс по штукатурке, как выравнивать стены по маякам, да, как что-то это сделать, как сделать какую-то задачу, он находит человека, который готов, может быть, не участвовать постоянно, но поделиться, рассказать, как это сделать, показать, проконтролировать, как это выполнят волонтеры, это всегда интересно, новые навыки, что-то для себя, обычно бывает весьма большой отклик, вот, и прорекламировать это через социальные сети, мне кажется, сейчас это самое, вот, такое, все смотрят, эффективно, да, может быть, какие-то там фотографии, открыточки, то, что сейчас популярно, организовать выезд, вот, что рассылать напоминания, личные приглашения, задача координатора по отношению группы, вот, это понимать особенности участников, мотивацию и желание, и подбирать деятельность, и подбирать рост, может быть, да, вот делегировать некоторую ответственность, полномочия, исходя вот именно из того состояния, в котором человек сейчас, да, что может быть он пока не готов к серьезным, там, да, работам, вот, но он может, там, убирать, относить, приносить что-то, ему это интересно, или там, вот, наоборот, ему вот важно закрепить тот навык, который он приобрел, поэтому его пока лучше ставить на эту работу, вот, ну, понятно, что внутренняя структура распределения ответственности, да, мы с вами говорили, кто, что, когда делает, в каком объеме, это тоже важно, вот, поставить эту задачу, выставить систему сохранения и передачи опыта, и координаторы, к сожалению, не вечны, вот, да, и к тому же, если волонтер не будет расти, тоже, не всегда ему будет интересно и радостно оставаться в группе, конечно, координатор должен следить за тем, чтобы опыт, и в том числе опыт руководства, внимательного отношения к другим волонтерам, осознание фронта работы, ответственности в тех или иных случаях работы, да, чтобы потихонечку это предлагать волонтерам, командообразующие работают, необязательно тренинги, там, да, сейчас все равно поездки, чаепития, празднование рождения, какие-то простые моменты, просто после работы там собраться где-то, вот, все это тоже прекрасно работает, вот, еще тоже важный момент, это расставание с волонтером, бывает так, что волонтер это он чувствует неудобно, все уже вроде бы запал прошел или изменилось, обстоятельства жизни, он вынужден расстаться с группой, вот, и чувствует вину, конечно, здесь координатор может помочь вот эту легкую пережить расставание, что нам было хорошо вместе, но каждый идет своей дорогой, может быть, они пересекутся, и бывали такие случаи, когда вот через прошедшие даже нескольких лет волонтеры снова приходили, возвращались, вот, было интересно, они прошли путь, и они вернулись просто на новом, на новом уровне, вот, помогать волонтеру осознавать свою деятельность и ответственность за группу, да, что волонтер работает, и осознавать группе, что целиком, да, мы как-то внимательно поддерживаем каждого волонтера в том состоянии, в котором мы сейчас стремимся его, вот, под общий знаменатель, подвести, ну, это вот пример там, командообразующих тренингов, какие у нас требования координатора, это опыт волонтерской деятельности, вот, минимум года, да, он разделяет смысл и миссию целого движения, то есть он понимает, да, на что он направлен, что не помощь, социальная помощь благополучателям, да, и помощь волонтерам в осуществлении их доброго порыва, да, в организации этой деятельности, вот, вот, что, осознавая свою ответственность и инструменты управления, он открыт к мнению и опыту других людей, конечно, любому человеку важно понимать, что прислушивается к тому, что он предлагает, да, то, что ему важно, вот, действительно, вот эта открытость и способность конструктивно взаимодействовать, даже если, может быть, не очень что-то нравится, это важно, разглядеть в человеке, который хочет быть координатором, бывало, так, бывали такие случаи, вот, честно, это даже, можно сказать, мой пример, когда координатор, человек ответственный, вот, ему нравилась эта деятельность и он, вот, как-то, вот, сам получал от нее удовольствие, а группа, она где-то была там, побок, ну, ребята, делаем то-то, 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 ну, что, хорошо, все ясно, ну, давайте, вот, нет, служение координатора, в первую очередь, сфокусировано, вот, на группе, на волонтерах, на этой связи, группа и благополучатель, группа и организация, вот, да, также у нас есть памятка для координатора, вот, в ней, понятно, и права и обязанности, вот эти наши принципы, деятельности, и в том числе календарь, вот, мы пришли к такому мнению, заключению, вполне очевидно, что чем четче организовывается, чем четче человек знает, что и когда он должен сделать, тем проще ему свою деятельность организовать, в нашем случае координаторы никогда не работают на полную ставку, то есть у них есть еще какая-то работа, плюс, вот, они являются координаторами, и поэтому, конечно, вот максимально как-то им показать, что нужно сделать, чтобы они могли спланировать свою деятельность, вот, это важно, и, собственно говоря, права и обязанности, как бы обязанности выстекают из прав, их у нас равное количество, вот, в нашей памятке, и вот там, наверное, здесь не очень видно в презентации, да, календарь событий, когда и что делать координатором, вот, довольно-таки, ну, как бы эффективный, на мой взгляд, способ организации деятельности, так, идем дальше, вот, итак, столпы волонтерской группы, подводим итог, по этому блоку, да, что важно для групп, это ясные вакансии, что, в каком объеме, когда, нужно делать волонтера, какие есть правила, что можно делать, что нельзя делать волонтеру, это анкета, и вот эта договоренность для каждого волонтера, то есть, что он берет на себя ответственность, и это прошел период, когда мы знакомились с волонтером, волонтеры знакомятся с нами, это организация его труда, то есть, когда четко понятно, где, когда, когда он должен приехать, что он должен делать, и что для него, ну, его труд обеспечен, вот, строим материалами, инструментами, это обучение волонтера, навыками его развития, это вот поддержки, отношения, внутри группы, вот, и последний момент, это волонтерская организация, ну, может быть, это не для всех важно, да, если у вас одна группа, вот, но обычно интересы разные, к сожалению, проблем и вот направлений, потребностей в помощи много, поэтому обычно в организации существует много групп, вот, у нас их там больше 20, теперь стало, вот, и поэтому несколько слов о волонтерской организации, и начать я хотел вот с того вопроса, который всегда интересует всех, откуда взять деньги, вот, группе ремонтов, и, ну, в общем, взрослым проектам повезло, мы осуществляем сотрудничество с фондом предания, фонда нет своих волонтеров, но зато они умеют, да, как-то собирать средства, у них есть посещаемость сайта, у них есть определенные требования, какой текст, какую фотку разместить, и, вот, что денежка приходит, вот, если бы мы начали тянуть эту работу, вот, скорее всего, нам бы пришлось или нанимать большой штат сотрудников, которые бы там занимались обслуживанием грантов или поиском, вот, тоже каких-то крупных спонсоров у нас нету, вот, и вообще относительно организации, мне кажется, это очень важно разграничить два потока, чтобы внутри они не пересекались, деньги и волонтеры. Волонтеры осуществляют свою бескорыстную бесплатную деятельность, да, не очень думая о том, собственно, где возьмутся деньги. Конечно, мы тоже стараемся, да, как-то не приучать, но говорить об ответственности и долгое время мы проводили ярмарки, когда волонтеры делали поделки, там, декупаж, разные, роспись стекла, вот, там, пекли выпечку и мы просто продавали у стен монастыря, вот, и на эти деньги уже там закупали, в основном для детских групп, то, что тогда шло очень активно в расходные материалы, вот, ну, в принципе, эти потоки желательно, чтобы не пересекались, вот, ну, то есть, про финансы у нас вот так, группа ремонтов либо осуществляет ремонты, которые не требуют финансовых затрат, либо мелкие ремонты из тех строематериалов, которые остаются, да, если мы закупали строематериал, и у нас там остался цемент или обои или еще что-то, вот, то мы можем это использовать вот на другом объекте, вот, либо это деньги, которые собирают для нас предания, и уже на эти деньги мы определяем, что мы можем сделать, что мы можем предложить благополучателям, а что нет. Вот, вопрос ресурсов важный, Артем, как ваш опыт. Ну, поделюсь своим опытом нахождения источника. Значит, мы могли делать из нескольких источников, но на самом деле нет большого организованного потока, всегда с каждой просьбой у нас отдельная история. Бывает такое, что у подопечного есть средства на ремонт, но они не могут оплатить работу. Вот, и это, наверное, 80% ремонтов, которые мы произвели. Здесь мы рассматриваем вот, как материальная помощь, вот, приобретение материалов как самого подопечного, так и его родственников. То есть, зачастую бывают родственники тоже приходят на помощь и также возмещают стоимость материалов. Бывает такое, что какое-то лицо, это либо доброволец, либо вообще какое-то стороннее лицо, которое проявляет интерес к судьбе какого-то подопечного человека, и он спонсирует ремонт у данного подопечного. Затем у нас есть такая практика, как сбор средств через форум. То есть, у нас публикация истории подопечного, нужды, стоимость, и через эту тему, через форум откликаются люди, которые готовы сделать пожертвование. Вот. И также я в своей работе использовал активно сайт «Отдам даром». то есть, зачастую бывают, остаются материалы, которые в последующем не нужны, но они остаются, и выбросить жалко, и магазин уже или на рынок там сдать невозможно, но они могут пригодиться нам. То есть, вот, «Отдам даром» нам в помощь. Или я сам публиковал объявление о том, что примем в дар такие-то, такие-то материалы. И вот благодаря таким публикациям конечно откликались и люди, у которых после ремонта оставались материалы, и были те, которые готовы были купить. Или вот по такому принципу я нашел девушку, которая была собственницей магазина по продаже обоев, и она вот всегда нам давала обои под определенные какие-то просьбы. То есть, мы задавали ей параметры, площадь, которую нам нужно поклеить, это для жилой комнаты или для кухни, и она уже на свое усмотрение нам жертвовала эти материалы, обои. Ну, вот так такие вот у нас источники, то есть, такого централизованного потока денежного, где могли бы обратиться, составить смету, и нам бы ее смогли бы удовлетворить, у нас такого не было. То есть, мы осуществляли через частные пожертвования. спасибо. Завершая как-то разговор об организации, основной смысл организации это регулярная системная работа. Есть задачи, которые должны делаться постоянно, не могут делаться волонтерами, особенно разными волонтерами, что есть кто-то, кто должен искать эту середину между желанием помочь и ответственностью волонтера. И самая главная задача организации, что вкладываясь волонтеров в их обучение, поддержку, развитие внутреннего функционирования в составе группы, вы вкладываетесь в стабильность этой группы, а значит и в более эффективную длительную деятельность по благотворительным ремонтам. Три задачи по отношению к волонтерам это организация труда, это обучение, помощь и поддержка, это досуг творчества, которое тоже нельзя как-то сбрасывать со счетов. Там, где людям хорошо, туда хочется возвращаться. Хорошо, ну про организацию еще тоже хочу сказать такое наше открытие. Вот сейчас вы на слайде видите формальное устройство, то есть как мы чертили схемы, как нам строить организацию. Но потом по факту оказалось, что организация все равно представляет из себя вот это. То есть есть волонтеры, которые контактируют и сконцентрированы вокруг координаторов, и он для них представляет и движение, и смыслы ценностей, и вот как бы всю такую их деятельность волонтерскую. Это вот какие-то такие круги. Сам координатор тоже не находится в жесткой вертикали, а он как-то соприкасается как-то какой-то частью вот этого круга с руководителями направлений или с психологом, вот, или с координаторами по развитию и по обучению, вот, которые там в свою очередь соприкасаются с руководителем движения, или с теми, кто осмысляет вот, теоретические основы. То есть не старайтесь строить вот такую четкую пирамиду, вот, помните о том, что все-таки это сообщество, и такой, может быть, принцип соборности, которым может хорошо даже стремиться, да, что у каждого есть своя область ответственности, свои границы, вот, и при этом может сосуществовать с другим человеком, но вот это действительно как-то требовалось, вот, и в конце хочу поделиться алгоритмом нашей работы, когда вот нас спрашивают, как организовать то или иное служение, ну, понятно, что первое это добрая идея, вот, и, конечно, если это добрая идея есть, у нас в опыте движения всего не только ремонт, обычно эта идея рождалась как запрос, то есть приходили, приходило либо социальные учреждения, вот, либо частные люди и как-то вот говорили, что вы можете нам помочь, нам нужно так, помощь, что-то там нарушилось, нормально все, да, 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 вот, и, собственно говоря, тогда мы уже откликались, дальше, после того, как добрая идея, вот это есть, необходим человек, есть человек, и будет, значит, скорее всего, группа, нет человека, очень сложно, то есть, вот сами волонтеры как-то редко, это значит, я что-то спал, вот, редко могут самоорганизоваться на таком уровне, вот, следующее, это организация работы, да, то есть, вот обеспечение, как эта группа будет работать, обеспечение ее ресурсами, вот, ну и потом это поддержка и обучение волонтеров, вот, которые тоже необходимы на каждом этапе, вот, здесь есть тоже такие заповеди относительно волонтеров, которыми я хотел с вами поделиться, вот, первое, когда вы думаете об идее, которые хотите поделиться с волонтерством, да, с волонтерами, должно быть вот, 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 эта идея группы, это воплощение моей мечты, вот, я хотел помогать, я хотел одновременно расти, и вот это я получил здесь, да, или мне не хватало, вот, служения, какого-то места в церкви, чего-то, помимо богослужения, я нашел вот здесь, да, или я вот, как-то комплексовал, что не умею чего-то делать, и вот здесь я научился этому, вот, следующее, это, что волонтеров нужно не толкать, волонтеров нужно притягивать, то есть подумать, почему люди должны хотеть этим заниматься, вот, и следующая запись, что это волонтерство, это всегда личные отношения, вот, тогда опять появилась эта кошечка, вот, и для работы с волонтерами важно, вот, это дозированная ответственность и организация труда, то есть разбиение на более мелкие задачи координаторам и распределение их среди волонтеров, вот, важно понимать, что волонтеры это не бесплатная рабочая сила, которая выполнит поставленные перед ним задачи партии правительства, вот, и волонтеров нет среди волонтеров нет иерархической лестницы, то есть это не жесткая система подчинения, вот, здесь важно лидерство, так, вот, да, здесь что можно посмотреть, тоже принципы нашей работы, вот, но они вот как раз из них вытекают за заповедь, да, вот, что еще важно, что для группы и для организации волонтеры важны так же, как и благополучатели, как и деятельность, так, что вот в них также нужно вкладываться, их также нужно нарастить, да, как-то защищать, оберегать, вот, тогда будет успех, вот, ну, мероприятие по поддержке, которые есть у даниловцев, это и, конечно, тренинг, что быть, что значит быть волонтером, вот, это мастер-классы по разным навыкам, как я уже разговаривал, это ежемесячно такая литургина, в которой приглашаются все волонтеры, сотрудники центра, вместе возможность помолиться, вот, это зеленый огонек, ну, как лампа зеленым абажуром, когда можно вот честно поговорить о тех проблемах, которые есть, вот, обсудить, рассказать истории не в группе, а с другими волонтерами, может, иногда это тоже бывает полезно, это и есть речи психологической поддержки для каждой группы, профилактика конфликтов, это вот развитие, куда мы идем, как мы стремимся помогать, в чем, что мы делаем, а что нет, тоже важно определить, вот, чем мы занимаемся, а что выходит за рамки нашей компетенции, и за что нам не стоит браться. Вот, как бы не хотелось бы. Вот, это семинар «Человек перед Богом», вообще по осмыслению служения, его знакомство с опытом служения в истории разных общин, не только православных, но вообще по всему миру, вот, и в том числе того, что есть у нас здесь, в Москве, вот. Про календарь я уже говорил, что да, то, то, что важно, забыл подчеркнуть, одно из таких наших, то, что мы на опыте определили, вот, то все-таки встречи с волонтерами желательно, чтобы были еженедельно, и если волонтер, вот, у него есть этот порыв, но ему нужно ждать, там, месяц, а потом еще ждать второй месяц до выхода, возможно, он пойдет в какое-то другое место, либо уже просто перегорит, сказать, что не получилось, вот. это важно, это важно, чтобы вот организовать работу по включению волонтера, потому что, если ты пока не прошел тренинг, тебя там не допустят, как-то тоже требуется здесь особенное умение. Ну и, собственно, о том, как управляется наше движение, за исключением таких серьезных финансовых вопросов, решает совет координаторов, то есть собрание всех координаторов и активистов, там, помощников, координаторов, да, где-то раз в месяц оно происходит. Вот. Что еще сказать? Ну да, стараемся выезжать в месте открытия сезона, да, осенью, вот, закрытие сезона, потому что детские наши группы, ну, особенно те, кто в детских домах, они выезжают на каникулы и группы, вот, приостанавливают свою деятельность, ну, вот такой. И некоторые наши инструменты, которые мы используем в нашей работе, понятно, что это сайты, новости, обновления, это интерес. Чем более живой сайт или форум, или группа ВКонтакте, да, в зависимости от того, чем вы пользуетесь, тем больше интереса людей к ним. Может быть, человек пока не созрел, вот, но он читает, он читает рассказы, он читает отчеты, он видит фотографии, да, как там сегодня, да, три девочки и один мальчик там, да, вот, установили эти гипсокартонные листы и прочие, ну, ух ты, класс, если они смогли, неужели я не смогу, или там, это интересно, хочу там пойти, вот. Это Google инструменты, там и диск, рассылка, активно пользуемся, вот, ну, был опыт, тоже управления проектами, TeamLab, это списки все, чтобы они были доступны, да, человек звонит по телефону, хочу быть волонтером, хочу делать что-то доброе, хочу быть волонтером, вот, пока не знаю, что, ну, там, приходи на собеседовую, или такой человек приходил, вот как, да, или благополучатель звонил, чтобы, вот, обеспечить это взаимодействие между разными частями, вот, это SMS-рассылка, это действительно телефон, пока добрый звонок, как дела, придешь, не придешь, никто не отменял, это, наверное, самое такое, то, что побуждает волонтера приходить, вот, самое эффективное, вот, ну, и, тоже, несколько слов о том, что же делать, если волонтер выгорел, скорее всего, значит, что он либо взял не по силам деятельность, да, то есть, то, что он не может выполнить, либо то, что это вообще невозможно выполнить, да, либо, что он пока не дорос, либо меняется уровень его мотивации, то есть, вот, та мотивация, с которой он пришел, он как-то ее удовлетворил, вот, и вроде бы, как бы все хорошо, уже деятельность стала превышенной, но чего-то не хватает, вот, нужно помочь ему определиться с направлением его доброй воли и поддержать именно то, что вот ему хочется, можно перейти в другую группу, либо приостановить, либо стать вот дистанционным волонтером, да, то есть, помогать вот в обзвонах, в организации, в поиске некоторых моментов, вот, это понять причину вот этой усталости, да, с чем это связано, в ремонтах, частенько это бывает связано вот с, ну, разочарованием некоторым благополучателям, что они ожидали быстро, красиво, много, а мы им можем предложить, вот, весьма ограниченную помощь, может быть, не всегда так, как они представляли и хотели, да, вот, это же мечта есть у человека, он живет, что кто-то придет и ему сделает красиво, и мы стремимся к этому, но вот когда один раз, второй раз, вот, волонтеры тоже это чувствуют, вот, может быть, это связано со слишком авторитарным стилем координатора, да, то есть, вот это отцовство, действительно, координатора, когда он заботится, он организует, он дает, но вот он не давит, это не подавляет инициативу, старается найти для нее место, либо, вот, как-то прислушаться к ней, вот, с этим может быть связано, и, тут важно избежать появления чувства вины, от того, что волонтер уходит, или что ему, ну, перестало, да, быть особенно жалко, перестало трогать его сердце, да, эти бабушки, старушки, там, или инвалиды, которые, вот, все время в этих стенах, и сложнее бывает выйти, казалось бы, ненормальное, да, но вот что-то произошло внутри человека, да, пока вот, у тебя так, то есть, вина того, что человек уходит, или что, да, как-то перешел, может быть, на новый уровень, нужно помочь, вот, как-то, чтобы ее не было, этого чувства вины, вот, либо человек осознавал, что оно не, как бы, не настоящее, не обоснованное, вот, если волонтер решил уходить, это было, наверное, тоже для меня открытием, вот, на одном из выездов, нам там, там, обсуждали, нам задали такой вопрос, как вы думаете, что будут чувствовать дети, ну, это были детские выезды, когда вот мы, вдруг нам запретят, мы там, не сможем к ним больше ходить, и, ну, конечно, мы стали нагнетать краски, говорили, мы будем, они будут чувствовать покинутость, предательство, они не смогут никому верить, вот, пока, один из наших сотрудников сказал, а с чего вы взяли, может быть, они будут чувствовать благодарность за то, что это было, вот, и вот это, наверное, важно, благодарность за то, что человек был с нами, что вот, в этом мире он прошел определенный отрезочек пути вместе с нами, что то, что он мог, то, что ему было по силам, по возможностям, он дал действительно от чистого сердца, и что у него есть этот опыт взаимоотношений, принятия границ, принятие того, что не всегда это радостно и весело, но что он может себя дарить, есть люди, которые его могут в этом поддерживать, и что он может вернуться, может быть, либо в другом качестве, либо, ну, так же, как волонтер, или в другой группе, ему всегда будут рады, что это не конец, вот, в принципе, вот все, чем хотел поделиться, информации было много, я надеюсь, что я вас не особенно утомил, вот, голос немного монотонный, но, если есть вопросы, постараемся на них ответить. Хотят пускать посторонних людей домой, действительно, это очень хороший образ. Многих есть не очень хорошая помощь, и добрых людей, что делать в таком случае. Ну, попробую ответить я на этот вопрос. Да, бывает такое, что подопечные наши очень осторожно относятся к тем людям, которые к ним приходят. Вот, но надо понять, с чем это связано. Бывает причина в самих подопечных, что они просто, чрезмерно недоверчивы к людям, которые к ним приходят. Просто, ну, нужно успокоить тем, что, то есть, можно дать, проверить паспорт, да, то есть, записать данные, то есть, это фамилия, отчество, где прописан, ну, вот такие какие-то основные паспортные данные, которые подопечные считают нужно записать. Вот, затем нужно, допустим, отправить этого добровольца, ну, если уж такая крайняя необходимость, вот, именно, может быть, неприязнь к этому добровольцу, или просто история с подопечной, то, может быть, найти такого добровольца, к которому оно будет очень привязано, или, вот, доверять. Можно с ним отправить. То есть, у нас, если мы говорим о подопечных, которые у нас на постоянном, на постоянной основе, и есть прикрепленные добровольцы, которые к ним ходят еженедельно, там, ежедневно, в зависимости от ситуации подопечных. И, вот, если мы говорим про ремонтника, то отправить вместе, вот, с этим добровольцем, который ходит на постоянной основе. Если подопечный больше доверяет координатору, да, в силу того, что уже часто общались, что лично знакомы, то, может быть, что-то сделать ей нужно координатору самому. на самом деле, вы должны сами тоже быть уверены в добровольце, что он действительно человек, которому можно доверить, который не причинит никакого вреда. Вот, если у вас есть какие-то сомнения, то пойдите вместе с ним. вот. Или, ну, может быть, если не хотите отправлять одного, отправьте, ну, двоих, чтобы была более объективная оценка ситуации, чтобы как-то вот получить ситуацию, ну, характеристику от двух человек. уже. Вот. Зачастую я на своем опыте, если были такие ситуации, когда подопечная очень осторожна, я ходил сам. Ходил сам. Если я что-то не умел делать, да, и я брал с собой добровольца, который я знал, что это сможет сделать, но я был гарантом таким уверенности в безопасности подопечной. и, соответственно, и чтобы вот не было нареканий в сторону добровольца, который тоже зачастую иногда бывает и не всегда виноват. Наверное, ответил. Ну, нам, наверное, чуть проще в этом плане, поскольку большинство все-таки заявок люди сами к нам обращаются. Если же это из органов соцзащиты, то, конечно, мы стараемся не то, чтобы просто нам передали телефон, чтобы все-таки органы соцзащиты позвонили, сказали, что вот есть такая возможность, есть добровольцы, возможно, они вам могут помочь. Хотите обратиться, да, вот такой телефон, позвоните. Плюс все-таки наше движение существует при Даниловом Московском монастыре, и многие его знают, и немалая доля наших подопечных как-то связана с монастырем, вот, либо его прихожане, либо как-то там были и увидели наше объявление, вот, естественно, важны вот эти первичные контакты, что сначала звонит либо сотрудник движения, либо координатор, вот, он рассказывает, он спрашивает, он выясняет, а что у вас, а как у нас, вот, происходит первичная встреча, потом обычно мы выезжаем уже на место, мы смотрим, как-то беседуем с человеком, вот, рассказываем ему о нашей деятельности, а что он планирует делать, там, да, как-то вот показываем иногда фотографии, да, наших объектов, вот, уже установлено, потом мы стремимся к тому, чтобы волонтеры не приезжали на объекты одни, все-таки есть координатор, и координатор обеспечивает эти дни, заранее договаривается, в принципе, в правилах у нас прописано, что волонтер один к подопечным не ходит, вот, именно, чтобы избежать разного рода вот, искушений, таких опасных ситуаций, группа, приезжает группа, дни установлены, заранее договорились, мы к вам приедем субботу, восторг, это хорошо, хорошо, вы нас ждете, ждем, звоним, приезжаем, здравствуйте, уже нас знают, и вот, координатор, в принципе, вот такое лицо, плюс, ну, действительно, это во многом какая-то свобода выбора людей, да, как, как они относятся, может быть, они пока не дозреют, дозреют, вот, иногда перезваниваем, спрашиваем, как у вас дела, что-то поменялось, не поменялось, вот, но основное, конечно, это то, что волонтеры не ходят по одному, вот, а ходят строго определенные дни с предварительного звонка обязательно координаторов и с его присутствием, либо с присутствием ответственного волонтера, то есть его заместителя, человека, который там долго был и уже как-то может его подменять, здесь задают вопрос, как связаться с Артемом Туршим, я думаю, что для передачи материалов, да, я правильно понимаю, ну, я так понял, что поселок Воскресенское, и, но наша деятельность, она больше сориентирована в городе Москва, поэтому если у вас остались материалы, да, и вы готовы их пожертвовать, может быть, вы разместите на сайте Авито, да, где вы отдадите даром, просто я боюсь, что если мы поедем за вашими материалами, да, то, может быть, стоимость проезда составит больше, чем вот ценность этих материалов, я не хочу никак вас обидеть, но просто иногда бывает вопрос логистики, они тоже очень важны, потому что ехать с одного конца Москвы на другой конец Москвы за пачкой клея бывает достаточно невыгодно, нерентабельно, если это говорить языком рынка, да, то есть, все равно мы и ценим трудозатраты, если вы находитесь в Москве, да, и готовы передать, то у нас на сайте Милосердия есть форум, где есть рубрика «Отдам даром», вы можете разместить свою тему, предварительно зарегистрировавшись на сайте, на форуме, где с вами свяжется координатор ремонтной бригады, и вы договоритесь о передаче материалов. Хорошо, это, в принципе, наверное, не так далеко, и двери, я скажу, что все-таки имеют ценность, да, я предлагаю вам оставить свои координаты на сайте вот www.miloserdia.ru форум форум добровольцев, либо сейчас вот можете оставить свой контактный телефон, я вам перезвоню, и мы сможем с вами договориться, вот, если есть потребность такая вот отдать, и у нас потребность принять. вопрос выезжаете ли вы в другие города, чтобы делать ремонт, но в Даниловце нет, мы только в Москве, к сожалению, зачастую в будни это на пару часов, если еще дорога от Москвы занимает, мы поняли, что это в нашем случае невозможно, но мы стараемся делиться опытом, в надежде, что вот такие местные сообщества, они тоже будут помогать. Ну, что касается практики службы милосердия, то сейчас производятся ремонты близлежащих к Москве городам, подмосковные, вот, ну, а так, конечно, так как ребята работают на основных местах работы, и если, допустим, они еще студенты, то у них будни заняты, а воскресенье там бывает тоже иногда расписано жестко, что вот время на дорогу, конечно, очень много уходит, и стараемся, я в своей работе всегда старался учитывать то, что добровольцы далеко не ездили, потому что то время, которое на дорогу потрачено, они могли бы потратить его с пользой, с большей. Ну, я не говорю, конечно, про добровольцев, которые обладают какими-то профессиональными навыками, и которые готовы ехать несмотря на удаленность от метро или от своего места проживания, или еще от каких-то пунктов, в которых они находятся. Наверное, все очень подробно рассказали, больше вопросов нет. Спасибо, но если вопросов нет, тогда будем прощаться, Бог в помощь в вашем служении. Подпишите. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok